Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы BookInform в студии Татьяна Романюк. Как всегда, в субботу мы напомним вам о самых главных событиях недели ушедшей. Расскажем о новых, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. Под пристальным вниманием Березовская ГРЭС. Глава государства Александр Лукашенко проверил, как ведется модернизация крупнейшей электростанции страны, а также ход выполнения тех поручений, которые ранее дал по развитию белорусской энергетической системы. Опыт и передовые разработки казахстанских энергетиков. День насущной экибастузской ГРЭС. Впечатления от увиденного журналистами BookTV в пресс-туре по братской стране. Мы едем, едем, едем! Велоквест по разработанному сотрудниками музея Березьи маршруту совершила съемочная группа нашего канала. Об этом и не только прямо сейчас. Президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках рабочей поездки по регионам посетил Брестскую область. Цель визита – Березовская ГРЭС и ознакомление с тем, как ведется модернизация крупнейшей электростанции страны, а также ход выполнения тех поручений, которые ранее дал глава государства по развитию белорусской энергетической системы. Александру Лукашенко было доложено, что реконструкция энергоблока номер 5, которая должна была завершиться еще в 2010 году, продолжается. А вот седьмой энергоблок, построенный китайской машиностроительной инжиниринговой корпорацией, уже сдан под ключ и введен в эксплуатацию. Срок строительства составил 35 месяцев. Кто виноват и кто ответит за срывы программы? Этот вопрос неоднократно задавал глава государства чиновникам, а также Александр Лукашенко поручил соответствующим органам активизировать до предела расследование уголовного дела по Березовской ГРЭС. С подробностями Лариса Смолович. Березовская ГРЭС является одной из крупнейших электростанций Беларуси и обеспечивает теплоснабжение промышленных предприятий и жилищно-коммунального сектора Белоозерска. Со 100 станций входит 7 энергоблоков. Если первый был введен в эксплуатацию в декабре 1961 года, то седьмой, так называемый китайский, в марте 2014. Для повышения эффективности работы оборудования ГРЭС на основе парагазовых технологий в 2003 году был реконструирован блок номер 4, в 2005 – третий блок. Камнем преткновения стал энергоблок номер 5. Его реконструкция должна была завершиться еще в 2010 году. Этот ВОЗ после многократных указаний, выговоров, заведенных уголовных дел сдвинут с места, но не до конца. Почему так получается? Почему договоры с российскими поставщиками оборудования для белорусских энергетиков оказались неподъемными? На эти вопросы глава государства хотел получить ответы, но ответственные чиновники оказались не совсем готовы вразумительно обосновать срывы. Оперировали тем, что на данный момент энергоблок готов, работает и никаких сбоев не предвидится, но уверенности у президента в этом нет. Он остановится, неважно по каким причинам, в течение ближайшего времени, конца, там, года, и вообще остановится. Вы уже мне это ничем не объясните, за это уже вы ответили. Вы только 3-5 дней тому назад, какого-то 25-го раза смогли запустить этот блок, эту турбину. Но я говорю это к чему? Что, слушайте, давайте президента туда не поведем. Как будто вы вас в рот за руку, президента и поведете, куда вы закатите. Я же пойду туда, куда мне нужно. Другие рассуждали, давайте там же запустим, покажем их и так далее. У меня есть специалисты, которые придут, посмотрят, как вы запустите, а потом доложат, как вы остановили их. И так было несколько раз. Запустили пошипник, запустили там масло, чего-то с маслом случилось, там еще там трасса какая-то и так далее. Поэтому я вас спрашиваю, вы сегодня все устранили недостатки? Не знаю, это техника. Надо понимать, что... Почему она не работает хотя бы как китайский седьмой блок? Да, действительно, строительство седьмого парогазового энергоблока – пример того, как нужно работать. Генеральным подрядчиком комплексного строительства под ключ выступила китайская машиностроительная инжиниринговая корпорация. В 2011-м возведение объекта было начато и уже 1 ноября 2013-го состоялось первое включение энергоблока. Акт ввода в эксплуатацию был подписан в текущем году, в марте. Быстро, качественно, с соблюдением всех договорных обязательств. Березовский проект, реализуемый китайской корпорацией «Первый Беларуси», является важнейшим прорывом на рынках электроэнергии в СНГ. Одно из несомненных преимуществ седьмого энергоблока – использование потенциальных возможностей энергии против расточительства и, таким образом, повышение коэффициента использования энергии. Мы должны надеяться на долгосрочное сотрудничество с Беларуси. С помощью нашей техники и профессионализма и с помощью нашей теплой души можно с беларусскими специалистами вместе дальше работать. Можно сказать, что Беларуси из всех стран, которые я лично испытывал, я бы сказал, что Беларуси по условиям и природным условиям самые отличные, которые я увидел. И кроме этого, то есть дружба людей относится к нам тоже была самая лучшая. Александр Лукашенко неоднократно задавал вопрос, почему китайские партнеры уже сдали объект, а совместные российско-белорусские все-то наоборот. Президент обратил внимание на то, что если бы работы по модернизации энергоблока завершились вовремя, не было бы упущенной выгоды. Здесь же появились лишние затраты на него, в то время как он не дает продукции. А за расточительство следует отвечать. «Спрос будет железобетонный за это, и никому пощады не будет», – подчеркнул президент. «Давайте договоримся так, мы тут с ними не разберемся. Я уже предупреждал всем, не знаю, зачем вы тянули. Уголовное дело сегодня же возбудить. Если оно возбуждено, активизировать его, то приделаем. По этому факту того, там сейчас надо сажать повыше. Стрелочники мне там не нужны. Поэтому все, кто к этому причастен, всех туда. Если даже он сейчас защищает, неправильно защищает и в рот, и его туда». Министр энергетики Владимир Потупчик доложил главе государства в целом о ситуации по развитию белорусской энергетической системы. По его словам, экономия газа составила чуть более 2 миллиардов кубометров, что эквивалентно экономии в 650 миллионов долларов. По его словам, принятые меры позволяют с 2015 года ежегодно экономить 1 миллиард 130 миллионов кубометров газа, что эквивалентно 260 миллионам долларов. Глава Брестского региона Константин Сумар доложил президенту о реальном положении дел в области за первое полугодие 2014-го. Горку мы закончили. Все свои обязательства по госзаказу тоже выполняем. Что у тебя с сельским хозяйством по производству и реализации в целом? Значит, мы дали за шесть месяцев, седьмой месяц большой результат будет 120,5% темп роста по валовому производству сельхозпродукции. Вот это один из реализаций. Реализация тоже самое выполняем. Тоже у нас реализация 103% получается. Молоко. Молоко, 120,5% темп роста по производству, 103% тоже по реализации. И мы не сбавили абсолютно темпы по экспорту продовольствия. Мы сейчас продаем в дельный лист 27,1% всей республики. То есть мы на расшву уже. Мы вышли на первое место даже. Что беспокоило светского хозяйства? Беспокоило сначала, когда та жара стала, что у нас может вопрос возникнуть по выраженности сахарной светлой и по пастбищам, по травмам. Сейчас эти дожди максимально поправили. Хотя мы те кукурузные поселы, которые уже пожелтели и начали сохнуть, мы начали убирать. Экспорт постепенно растет. За шесть месяцев удалось наторговать на миллиард 200 миллионов долларов. Импорт же, наоборот, уменьшается. Чуть больше, чем на 10% с начала 2014 года. Правда, ручаться за отдельные предприятия губернатор не берется. Мы в ближайшее время проанализируем эти предприятия, потому что мы из года в год уже, наверное, две пятилетки называем одни и те же предприятия. И вы гарантировали, что потихоньку там сдвиги будут в лучшую сторону. Но опять вы называете. И как итог рабочей поездки встречи с трудовым коллективом Березовской ГРЭС. Среди вопросов повышение зарплат учителям и работникам социальной сферы. Повышение будет. Ответ главы государства однозначен. На вопрос о женском лице безработицы в Березовском регионе Александр Лукашенко тут же дает поручение Юрию Наркевичу, председателю райсполкома, трудоустроить всех безработных женщин уже до конца года. И, конечно же, всех волнующий вопрос о стабилизации ситуации в Украине. Минск, заявила Александр Лукашенко, может стать площадкой для переговоров. Вчера мы дважды разговаривали с Владимиром Путиным. Он не отвергает, он говорит, пожалуйста, давайте все равно к этому вопросу придется возвращаться. Вчера я разговаривал два раза с Наркевичем Назарбаевым. Посвятил его в эту проблему поздно, поздно вечером с Петром Порошенко обсуждали эту проблему. Все они отторгают, все готовы приехать в Минск для обсуждения этого вопроса. Высказались даже за то, чтобы какая-то другая страна, допустим, Европейский Союз, США, если они заинтересованы в нормализации ситуации экономической, военной, политической, хорошо, давайте сядем в Минск и поговорим. Мы никого не отвергаем. Это общая позиция трех президентов Евразийского экономического союза. Ждем. Захочет Украина обсуждать эти вопросы? Милости просим, будем их обсуждать. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Совсем недавно, в июле, съемочная группа нашего телеканала в составе белорусской делегации по приглашению правительства Республики Казахстан в рамках пресс-тура побывала в этой стране. Павлодар, Астана, Кастанай. Эти три замечательных города, которые увидели и которыми впечатлились журналисты. Изумительная природа, достопримечательности, сильная промышленность и сельское хозяйство и, конечно, потрясающее гостеприимство людей, которые гордятся тем, что живут в Казахстане. Одним из первых мест стала Павлодарская область, расположенная на северо-востоке страны. Необычен и красив рельеф края, богат он водными запасами. А по количеству полезных ископаемых область занимает ведущее место в Казахстане. Золото, свинец, черные металлы, огромные залежи бурого и каменного угля. В регионе сформировались три мощных энергоузла, которые представлены крупными производящими электричество комплексами «Аксусская ГРЭС» и две «Экибастузских». Вот на Экибастузской гидроэлектростанции побывали наши корреспонденты. Смотрите материал Лариса Осмолович. Строительство первых объектов государственного предприятия «Аксусская ГРЭС-1» берет свое начало в январе 1974 года. В 1979 началось строительство второй ГРЭС. По первоначальному проекту предусматривалось 8 энергоблоков по 500 мегаватт. Но в эксплуатацию было введено только два – в 1990 и 1993 годах. В дальнейшем процесс ввода был остановлен по всем понятным причинам. Хотя задел для продолжения строительства под проектную мощность был. В 2010 году правительство Казахстана разработало план модернизации электростанции до 2016 года, что предполагало восстановление большинства блоков и введение их в работу. Большое внимание было обращено на восьмую турбину. Запущенный в июле 2012 энергоблок номер 8 мощностью 500 мегаватт сегодня демонстрирует стабильную работу. Как с гордостью рассказывает генеральный директор предприятия «Рыскан» Свамбаев, восстановленный в рамках реализации программы форсированного индустриально-инновационного развития Казахстана, он работает в нормальном эксплуатационном режиме. На сегодняшний день идет модернизация АРУ-500. Закончена модернизация химводоподготовки. Также выполняются все работы общестанционного оборудования. Что нам дает модернизация? Модернизация дает надежность, чистое экологическое оборудование, которое мы говорим сегодня, что наша электроэнергия, если оглянуться немного назад, был какой-то дефицит в системе, то на сегодняшний день мы имеем профицит лишнюю электроэнергию. Сегодня «Экибастузская Агресс» является самой крупной станцией Казахстана, работающей на твердом топливе. Инвестиционная программа состояла из нескольких этапов модернизации пяти работающих энергоблоков и восстановления трех неработающих, а также минимизации воздействия на окружающую среду за счет последовательной установки электрофильтров. Проектная мощность «Экибастузской Агресса-1» – 4 тысячи мегаватт, рабочая около трех тысяч. Самое современное оборудование, на котором работают высококвалифицированные сотрудники, позволяют функционировать станции без боевых срывов. Ведь на данном энергоблоке заменено все котельное оборудование, турбины и генераторы, вся система управления компьютеризирована, пульт управления – это сердце «Экибастузской Агресс». Сложность работы – это постоянный контроль за параметрами и работой механизмов того же котла, той же турбины. Если где-то что-то меняется, оно может в целом изменить нагрузку блока, вплоть до отключения. И если отключилось, тогда что? В этом году мы планируем запустить блок номер 2 с мощностью 500 мегаватт. И у нас уже профицит в системе наших резервов будет уже до 2000 мегаватт. Поэтому, я думаю, что уже пора задуматься. Тот, который мы создали, таможенный союз, необходимо объединиться. И ту, которую мы вырабатываем, электроэнергию, нашу дешевую и чистую экологическую электроэнергию, необходимо производить в наши ближайшие страны. Потому что, почему наша, я говорю, что дешевая наша электроэнергия? Потому что у нас рядом свои разрезы, доставка этого угля, нашего топлива, всего каких-то 20 километров. И здесь у нас стоит наше оборудование, наши котлы, наши турбины, которые спокойно вырабатывают нашу электроэнергию дешевую, чистую, экологическую. Огромное внимание и руководством Экибастузской ГРЭС, и правительством Казахстана уделяется сохранению экологии страны. А потому на предприятии завершилась программа по установке высокоэффективных очищающих электрофильтров нового поколения на всех энергоблоках станции. Это позволяет до минимума снизить уровень выброса в окружающую среду. Также ГРЭС Экибастуза – одно из первых реализует проект реконструкции системы хим-водоочистки. Стоимость его – более 3 миллиардов тенге. В результате улучшится качество очищенной воды, уменьшится жесткость и электропроводность. Все это достигнуто благодаря активно проводимой модернизации. Проходит разная стадия обработки вода. Имея на входе жесткость, допустим, 6 миллиграмм, эквивалент на килограмм, мы выдаем уже на котлы 0,2 микрограмма. А зачем она такая чистая? Для питания котлов прямоточных, блоков СКД. А ежели будет она не такая, как нужно чистая? Мы будем иметь неприятности с поверхностями нагрева, разрывы. И это может остановиться? Естественно, это может привести к остановке блоков. Даже с пуском 8-го энергоблока мы уже окупили свои расходы. Уже окупили расходы. И впредь для Казахстана, когда все станции восстановятся, и наша станция, мы уже, наша цена не 8 тенге будет, а уже пойдет на снижение. На снижение даже, я думаю, что в 50%. Специалисты экибастутской АГРЭС в постоянном поиске новых технологий и эффективных решений. На их взгляд, все то, что делается сегодня, задел на будущее. А именно о будущем должно заботиться сегодняшнее поколение. Такова политика, говорят казахстанцы, президентом Нурсултана Назарбаева. Такого же мнения придерживаются и люди. Но есть еще один взгляд, весьма важный. По мнению автора всего материала, народ Казахстана весьма дружелюбен по отношению и к россиянам, и к белорусам. И не потому, что единое экономическое пространство, а потому, что связывает народы очень много. И своими наработками, своими достижениями казахстанцы готовы делиться. Электроэнергия тоже, кстати, очень дешевая. Совсем недавно я был в Беларуси в командировке. Велись переговоры по транспортировке электроэнергии. На сегодняшний день дорабатываются вопросы по транзиции по России. И также ведутся переговоры с правительством Белоруссии о цене электроэнергии. Я вам еще раз повторю, что наша электроэнергия всего-навсего цена составляет 4,5 цента, если продавать в шины. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. О других событиях. В последние десятилетия в Беларуси активно реализуется программа по поддержке медицинских учреждений страны. Несмотря на оптимизацию, плановые работы идут во многих больницах и поликлиниках синеокой. Заменяется кровельный покров, закупается необходимое современное оборудование, трансформируются больничные корпуса и отделения. Все делается для того, чтобы медицинская помощь, оказываемая белорусам, была качественной и доступной для любой категории населения. Брестская область не стоит особняком в списке наиболее активных реализаторов республиканской программы. Накануне в Пинске был открыт реконструированный операционный блок, приемный покой, а также кабинет магнитно-резонансной терапии Центральной городской больницы. Новое современное оборудование и качественные условия для работы помогут медикам быстрее ставить диагнозы, а значит и оказывать помощь на более высоком уровне, что сократит отток пациентов в медицинские учреждения областного центра. Побывала в сердце Полесье и наша съемочная группа. Анастасия Ноздрин-Платницкая продолжит тему. Торжественное открытие отремонтированных помещений Пинской городской больницы было долгожданным событием для пинчан и жителей Полесского региона. Межрайонные учреждения здравоохранения сегодня курируют Пинск и четыре приграничных района. Всего порядка 460 тысяч человек. Цифра довольно внушительная. Реконструкция этого комплекса стала одной из наиболее масштабных и насущных. Мы получили с начала реконструкции приемного покоя и новое оборудование, и новые условия пребывания наших пациентов, и новые условия труда наших работников. Безусловно, это все будет складываться в единую картину, что называется изменение существенных условий труда, изменение, конечно же, как называется, существенных условий пребывания наших пациентов, которые в конечном итоге отразятся на качество лечения. Для того, чтобы оценить уровень проведенных работ, с официальным визитом в Полесскую столицу прибыл губернатор региона Константин Сумар. Председатель облсполкома высоко оценил проведенные работы по реконструкции, благоустройству и переоснащению. Новый рентгенодиагностический аппарат, позволяющий сохранять рентген-снимки в цифровом формате и тем самым создавать информационную базу данных. Кабинет магниторезонансной терапии, в котором патологии будут выявляться еще на ранней стадии. Приемный покой, разделенный на два потока. Все это, безусловно, скажется на качестве обслуживания пациентов и сократит количество тех, кому когда-то могли помочь только в областном центре. Несмотря на то, что многое уже сделано, работы над этим учреждением здравоохранения еще будут вестись, подчеркнул губернатор. Сегодня мы увидели ту реконструкцию, которая была проведена именно уже в самой поликлинике, в приемном покое, в организации диагностического, я бы назвал его центра. Но здесь початый край работы, и что здесь надо нам вот на годика 30 мы договорились отработать наши шаги по реконструкции в целом, полном объеме всей больницы, начиная от тепловой реабилитации и кончая внутренней реконструкции, внутренних отделов, в том числе и оснащение тем оборудованием, которое необходимо для эффективного лечения. Перспективы будущего строительства глава области обсудил вместе с руководством учреждения и его сотрудниками. В планах полная реконструкция больничного комплекса, которая должна состояться в течение ближайших двух-трех лет. Кроме того, в рамках визита состоялась встреча губернатора с медицинским персоналом, во время которой Константин Сумр ответил на волнующие полишуков вопросы. В большинстве случаев они касались непосредственно здравоохранения. Решения по многим проблемным моментам были приняты губернатором незамедлительно. Вы знаете, мы оперируем очень много больных, более 500 катарак, более 150 тонн в год. И оперировали бы еще больше, если бы у нас были новые оборудования, много микроскопных разводов. А сколько не стоит? Немного 700 миллионов. Заявку не пускают, делают. Мы договорились, что на этот год мы отрабатываем схему реконструкции Пинской городской больницы. А это значит не только реабилитация тепловая или там внутренняя реконструкция, то, что надо делать, но и это должно коснуться и оборудования, и то, которое не хватает эффективно решать. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Сергей Куропатов, Антон Луковкин, телекомпания Бук-ТВ. Однако не только вопросы здравоохранения являются актуальными сегодня. Впереди сентябрь – время областного фестиваля «Дожинки», который в этом году пройдет в Пинске – городе славных традиций и большого исторического наследия. К проведению такого грандиозного мероприятия в столице Полесье готовятся основательно. Необходимо выполнить довольно большой объем строительных работ, итогом которых станет новый образ уже существующих улиц и площадей. Сегодня Пинск просто не узнать. Многое из того, что существовало долгие годы, приобрело новый образ. Из наиболее актуальных проектов – реконструкция улицы Первомайской и площади Ленина, которые давно стали излюбленными местами отдыха пинчан и гостей города. В рамках рабочей поездки губернатор региона Константин Сумар побывал на главных строительных площадках города и оценил уровень выполненных работ. Сердце Полесье интенсивно готовится к одному из главных праздников в календаре – областным дожинкам. Новые культурные объекты, новые дороги, новые скульптурные и цветочные композиции. Город обретает яркие краски. Масштабная реконструкция призвана снять многие вопросы по благоустройству с повестки дня, в том числе решить проблему с пробками. Посещая Пинск накануне, глава области ознакомился с темпом проводимых работ. Губернатор региона отметил, что в целом подготовка осуществляется в соответствии со сроками. Все основные работы, уверен Константин Сумар, должны быть завершены к первому сентября. Работы идут в графике. Все те объекты, которые мы планировали, они будут введены до первого сентябра. Останется для строителей, я так называю, вот этих пять дней до пятого сентябра навести определенный лоск. По своей сути, праздник урожая дожинки – это большой рывок вперед во многих сферах – идеологический, культурный, социальный, но в первую очередь в строительный. Город обретает новое лицо. Улицы Первомайская и Брестская, Горького и Суворова и, конечно же, площадь Ленина. Все эти строительные площадки сегодня напоминают своеобразный муравейник. Константин Сумар отметил, что строители здесь постарались на славу. Однако месяц впереди и многое еще предстоит сделать. Некоторые совместные решения принимались прямо на объектах. Нет абсолютно никакой вины даже тех же строителей по некоторым объемам работ, по выполнению, потому что мы по ходу принимаем решения. Мы не думали сначала делать именно улицу Горку, вот эти вот завальные, которые в сторону Кирова, но решили вот этот старый город уже сделать в полном объеме, вот старую часть города. И поэтому сначала строим, а потом рисуются проектанты для того, чтобы все это было хорошо и чтобы было своевременно сделано и качественно. Пинск ждал своей очереди на достойное преображение многие годы. И вот мечта осуществилась. Несмотря на то, что целиком красивый обнобленный город еще не виден, пинчане изменения уже замечают. А 13 сентября здесь пройдет фестиваль Дожинки, который соберет лучших аграриев и хлеборобов области. Праздник пройдет, а все то хорошее, что было сделано для населения и города, останется в самом сердце Полесья и будет радовать глаз местных жителей и гостей. Мы бываем раз в год в Пинске, мы вообще гости из Санкт-Петербурга, нам здесь очень нравится, видим масштаб преобразований, то есть видно, что вкладываются и деньги, и силы, и средства, самое главное, что это все с душой делается, с любовью. Мне кажется, что будет все это здорово и считаю, что этот город только выиграет от этого. Понравилось только, поняли, что наш центр меняется. Знаете, что очень нравится то, что все-таки городские власти взялись вот за благоустройство нашего красивого города, он у нас так красивый и прекрасный. Ну, мне нравится то, что пробки везде в городе, машина невозможна ехать, а там все прекрасно, молодцы. Я думаю, что к дожинкам наш город будет еще краше. Город станет гораздо красивее в плане архитектуры, дома, которые раньше были не самыми привлекательными, сейчас хорошо отделались, и поэтому больше людей станет в городе, безусловно. Будут люди ехать, нам приятно, даже родственники будут идти, и мы будем хвастаться своим городом красивым. Анастасия Назрин-Плотницкая, Сергей Куропатов, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Вы смотрите итоговую программу на канале БУК-ТВ. Продолжаем разговор об актуальном, важном и интересном. Необычную экскурсию разработали недавно сотрудники Брестского музея Берести. Уникальный маршрут дает возможность берестейцами-гостям города над Богом узнать много нового и интересного об архитектурных, исторических и художественных объектах Бреста. Кстати, тур совершается не пешком, а на велосипеде, что позволяет не только развивать интеллект, но и собственные физические параметры. Наша съемочная группа проверила, так ли интересен новый исторический велоквест. В путь на двухколесном дороге по разработанному сотрудниками музея Берести маршруту отправилась наш корреспондент Анастасия Наздрин-Плотницкая. Интересный велоквест предлагают сегодня сотрудники археологического музея Берести. Тем, кто хочет узнать о своем городе что-то новое, а также взглянуть на него с совершенно другой стороны, проявив свои знания, смекалку и ловкость. Участвовать в экскурсии можно как одному, так и небольшими группами, которые передвигаются по намеченным заданиях объектам и решают исторические загадки. Задания особые. Прежде всего задания содержат текст, который рассказывает о каком-то событии историческом, хардин для нашего города, или о здании, сооружении интересном историческом, который все видят, не так как у него проходят, но не знают об этом сооружении, его историю богатую. А город наш на самом деле очень интересен в плане историческом. Поэтому, получив вот такие вот тексты, такие задания, человек или команда небольшая, да не будут большие у нас коллективы участвовать, они проезжают по городу. Наша съемочная группа решила опробовать новый маршрут. Получив задание, мы отправились в путь. Под первой нашей загадкой скрывался художественный музей в Брестской крепости, а точнее, один из его уникальных экспонатов. Макет старинного Берестия, подаренный в свое время учреждению, сегодня украшает один из центральных залов. Центральное место, конечно же, в зале занимает наш макет. История города, макет города, который был расположен на территории Брестской крепости. А также живописные полотна, написанные нашей брестской художницей Анастасией Ивановной Фетисовой, и триптих земля Берестейская. Ну, в общем-то, им макет очень интересный, потому что, в общем-то, был поднят большой материал в архивах Варшавы, Москвы художницы, чтобы восстановить этот город. Вторая загадка, а точнее ее решение, отправила нас намного дальше от музея. Уникальный памятник архитектуры, православный храм, сохранивший в себе черты ретроспективного русского стиля, находится в бывшей деревне Гершоны. Сегодня это уже часть города. Церковь расположилась в центре. Сюда стекаются прихожане из многих районов Бреста. И это только два пункта из нового туристического маршрута. Всего в нашей карте загадки было более десяти объектов. Преодолев не без усилий весь велоквест, мы отправились на исходную точку, в музей Бересте, где полученные нами ответы были проверены на правильность. Итог, съемочная группа телекомпании Бук-ТВ справилась с заданиями квеста на отлично. На прохождение необычной велоэкскурсии нашей съемочной группе понадобилось около трех часов. За это время мы узнали много нового и интересного об исторических объектах Бреста. Теперь такая услуга доступна для брещан и для гостей города над Бугом. А за отлично проделанную работу по отгадыванию загадок наша съемочная группа получила подарок, который, к слову, может получить каждый, кто успешно пройдет весь маршрут. Анастасия Ноздринплотницкая, Эдуард Бакунович, Антон Луковкин, телекомпания Бук-ТВ. Вы смотрели итоговую программу Бук-Информ. И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале Бук-ТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 2063 67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу Бук-Информ в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте Бук-ТВ.Бай. Познавательные и важные актуальные темы просмотра заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании Бук-ТВ.Бай. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Татьяна Романюк, с вами прощаюсь. Продуктивных вам выходных дней с добрыми новостями и до встречи в эфире. 17 августа территория Беларуси снова будет находиться под влиянием атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы. На большей части территории Брестской области в течение дня пройдут кратковременные дожди. Этеры западные, умеренные. В целом погода расположит к семейным посиделкам на свежем воздухе, вблизи костра и под уютным пледом. Температура воздуха в ночные часы не более 15 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 19. 18 августа погода будет определять в основном область повышенного атмосферного давления. В течение дня скажется влияние атмосферного фронта. В Брестской области ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах сгустится туман. Температурный фон ночных часов 12-14 градусов. До плюс 22 прогреется воздух днем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова